коллеги добрый вечер начинаем семинар который посвящен сравнению конфигурации некоторых основных самых функций безопасности firewall of и маршрутизаторов я уже порядка 20 лет работаю с оборудованием компании cisco systems и поэтому кое-какой опыт у меня накопился которым я с вами и собираюсь сейчас поделиться на данном слайде приведена схемы на базе которых будут представлены основные конфигурации как вы видите схема абсолютно стандартные имеется маршрутизаторы firewall каждый из них имеет три интерфейса inside outside dmz dmz интерфейс используются для того чтобы обеспечить доступ к сервисам и из защищенной сети с inside интерфейса и из незащищенной сети с outside интерфейса прежде чем мы начнем говорить конкретно о конфигурациях хотел бы пару слов сказать о основных отличиях между маршрутизаторами и фаерволами компании cisco system с точки зрения конфигурации прежде всего firewall был разработан для работы исключительно с протоколом айпи в то время как маршрутизатор предназначен для работы с разными роутер протокол и с айпи и с айпи иксом с apple talk поэтому команды которые вводятся на фаерволе примерно аналогичный командам вводимым на маршрутизаторы но только с одним отличием в этих командах опущен оператор айпи то есть если вы хотите посмотреть таблицу маршрутизации на маршрутизаторе это шоу айпи роуты но фаерволе это просто шоу роут без оператора айпи вот второе принципиальное отличие firewall в отличие от маршрутизаторов работает только с масками под сети поэтому когда вы на фаерволе конфигурируете рутинг протоколы то вместо реверсной маски вы использовать должны прямую маску под сети когда вы на фаерволе настраиваете список доступа то вместо без личной маски вы опять таки используете маску под сети с моей точки зрения это даже в какой-то степени удобнее ну и наконец последнее принципиально важное отличие фаервол от маршрутизатора состоит в том что firewall по сравнению с маршрутизатором более строгое устройство если вы в какой-то команде ссылаетесь на оператор то на маршрутизаторе вы сначала можете указать ссылку а потом оператор создать фаервол вам этого сделать не разрешить прежде чем ссылаться на любой оператор этот оператор вы должны создать то есть прежде чем вы сошлетесь на аксесс лист этот аксесс лист должен быть сконфигурирован на фаерволе иначе он вам скажет аксесс лист не существует и команду вашу не примет ну и теперь собственно конфигурации начнем с конфигурации интерфейс ну интерфейс и маршрутизатора это очень просто интерфейс тип и номер айди адрес и но шатдаун команда но шатдаун для простоты опущен но фаерволе все это несколько сложнее интерфейс фаервола должен иметь обязательно имя и уровень безопасности так называемый security level вот до тех пор пока вы не сконфигурируете имя и уровень безопасности интерфейс работать у вас не будет не принимать пакеты не будет не отдавать пакеты не будет соответственно name if outside name if inside это два имени так называемые welcome имени к name if outside по умолчанию привязан security level 0 к name if inside привязан security level 100 все остальные имена для всех остальных имен устанавливается уровень безопасности ноль вы его должны руками исправить желательно чтобы ваши интерфейсы имели уникальные не уровни безопасности хотя в принципе firewall допускает работу интерфейсов с одинаковыми уровнями безопасности но это требует дополнительных конфигураций которые в данной презентации мы с вами рассматривать не будем ну и еще одно отличие firewall от маршрутизатора состоит в том что на фаерволе выключен логинг поэтому какие бы изменения в конфигурациях интерфейсов вы не проводили вы не получите сообщение о том что статус интерфейса изменился с давно на line протокол изменился с давно на поскольку логинг на фаерволе отключен к этому просто нужно быть готовы следующие маршрутизации отличие в маршрутизации в общем достаточно небольшие современные firewall поддерживают практически все протоколы маршрутизации если я не ошибаюсь не поддерживается только протокол айсайз все остальные поддерживаются в данной презентации мы будем рассматривать только статические маршруты соответственно на данном слайде приведено как сконфигурировать статические маршруты на маршрутизаторе маршрут по умолчанию это четыре нуля и адрес next hop статический маршрут все один сайт айпероута 192 168 10 соответственно маску под сети и адрес next hop посмотреть таблицу маршрутизации можно по команде шайперу на фаерволе поскольку имеются разные зоны безопасности то таблица маршрутизации также делятся на зоны безопасности которые определяются интерфейсом которые находятся в данной зоне поэтому команда роута outside 4 0 и адрес next hop а роута inside конкретная сеть 192 168 1 0 255 255 255 0 и адрес next hop а и посмотреть маршруты можно по команде шоуруты а можно посмотреть в каждой зоне отдельно шоуруута от сайт шоуруты inside ну в данном случае в области dmz у нас никаких маршрутов нет там connected сеть если бы там стоял какой-нибудь коммутатор или маршрутизатор то было бы команда шоуруты дэнс следующая тема который мы переходим это трансляция адресов следует отметить что трансляция адресов на маршрутизаторе скажем так гораздо более убого выглядит чем трансляция адресов на firewall вот на данном слайде приедена трансляция адресов на маршрутизаторе хотел бы обратить здесь ваше внимание только на одно обстоятельство поскольку у нас есть три как бы типы интерфейсов inside интерфейса outside интерфейс dmz интерфейс соответственно такого понятия на маршрутизаторе как dmz интерфейс такое понятие отсутствует для того чтобы упростить конфигурацию компания cisco systems процедуру трансляции ввела логический интерфейс который называется network virtual интерфейс использование этого интерфейса позволяет не делить интерфейсы на inside и outside а на интерфейс указать команду ipnata enable соответственно деление на inside и outside и dmz маршрутизатор будет выполнять автоматически с помощью вот этого nvi интерфейса в остальном все команды трансляции выполнены точно так же как это сто лет назад статическая трансляция ipnata inside source static указываю адрес который я хочу транслировать и указываю адрес в который я хочу транслировать динамическая трансляция выполняется с использованием стандартных списков доступа на самом деле не обязательно стандарт может быть и расширенных в котором вы указываете транслированные адреса и пола публичных адресов которые вы хотите транслировать эти самые адреса в списке доступа посмотреть таблицы трансляции можно по команде show ipnata nvi translation и show ipnata nvi statistics трансляция адресов на firewall это достаточно сложная иерархическая процедура из которой из всей процедуры в данной презентации мы рассмотрим только соответственно один механизм так называемый механизм авто над механизм трансляции выполняется через специальные шаблоны которые называются объектами firewall поддерживает разные типы объектов для трансляции нам нужен только один тип объектов сетевой object network указываем имя объекта попадаем в конфигурацию этого объекта и внутри этого объекта мы указываем либо сеть команды network как в данном случае 192 168 10 255 255 255 0 либо как в случае dmz сервера указываем хост 172 18 1 2 после этого прямо внутри объекта мы определяем процедуру трансляции с помощью оператора над указываем откуда куда inside outside указываем какой каким способом мы трансляции хотим пользоваться динамик либо static и указываем в какой адрес мы хотим динамически транслировать адреса описанные в сетевом объекте либо мы их транслируем в адрес outside интерфейса либо мы статически транслируем их в свободный адрес из сети outside интерфейс соответственно на таблице трансляции можно посмотреть с помощью команд шоу xlite и шоу над вот есть более как бы это авто над можно дополнительно транслировать адреса статически причем статическая трансляция устроена иерархическим образом можно использовать статическую трансляцию перед автоматическая трансляция можно использовать и после автоматической трансляции то есть таким образом в каждой таблице трансляции у нас будет три раздела в каждом разделе можно использовать для трансляции одни и те же айпи адреса чего не позволяет делать маршрутизатор дальше следующая тема которую мы с вами рассмотрим и сравним конфигурации на firewall и на маршрутизаторе это списки доступ для того чтобы говорить о списках доступа предметно нам нужно сформулировать условия которые мы собираемся которыми мы собираемся управлять с помощью списка доступа ну вот на данном слайде приведены три стандартных условия которые применяются фактически всегда первое условие разрешить работу служебных протоколов в качестве служебных протоколов мы будем рассматривать протоколу spf и протокол ntp второе условие разрешить проверку коннективите с использованием команд пинка трейс соответственно как с инсайт так и соусайт интерфейс ну и наконец третье условие для примера можно рассмотреть разрешить работу прикладных протоколов и чтите петел нет и ssr при этом для того чтобы несколько упростить конфигурации списков доступа мы в конфигурации опустим конкретные адреса в качестве адресов источников и адресов получателей для простоты будем использовать операторы any соответственно на маршрутизаторе получается следующая конфигурация permit uspf any any permit udp any equal ntp any если мы считаем что ntp сервер находится на аутсайд интерфейс пермит а и cнp any equal эхо а и cнp any эхо реплай вот здесь вот опечатка не надо слоу и ку пермит а и cнp any и не просто их вот эхо реплай тайм эксет и анричи был соответственно эхо эхо реплай позволяет работать команде pink тайм эксет анричи был позволяет работать команде трейс если мы посылаем трейс не с устройство windows а устройство и ос то тогда для того чтобы разрешить трейс надо использовать протокол udp и диапазон портов 33 400 34 400 соответственно тисепение него 80 и тисепение 80 и не разрешение работать протоколу и чтите пи с обоих сторон и солнца солнца это с inside стороны аналогичной две команды относятся к тел нету аналогичные две команды относятся к сссх последняя строка в списке доступа дни пение не мог используется исключительно для отладки списка доступа без такой строки список доступа работать будет но отлаживать его будет крайне сложно наличие такой строки позволяет довольно просто отлаживать списки доступ список доступа сконфигурирован для того чтобы он начал работать его надо привязать к интерфейс данном случае список доступа на рестрика нет привязан к интерфейс гигабит айзернет 00 в направлении и вот так видит выглядит конфигурация списка доступа на маршрутизатор соответственно на фаерволе конфигурировать списки доступа с моей точки зрения значительно проще для конфигурирования списков доступа используются так называемые группы объектов эти в эти группы объектов можно включать объекты которые мы уже использовали при конфигурировании трансляции можно создавать собственные объекты в данном случае используются следующие группы объектов группа объектов айси импитайп в которую входят объекты эхо анричи был и тайм и цепь соответственно группа объектов сервиса 10 пи куда входят протоколы тел нет ввв и ссср соответственно после этого access list restrict connect на фаерволе будет выглядеть следующим образом access list restrict connect permit icmp any any object group test com access list restrict connect permit tcp any any object group service и последняя строка access list restrict connect any 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 log вот собственно говоря все что на предыдущем слайде занимало огромное количество строк в на фаерволе занимает всего лишь навсего три строки и если дать команду на фаерволе шоу access list restrict connect вы увидите что каждая строчка развернута в соответствии с группами объектов с объектами которые входят в эту то есть я даже вам с разбегу не могу сказать сколько строк реально будет в таком списке доступа вот работать с группами объектов в списках доступа очень удобно если вам какой-то объект нужно удалить вы его из групп просто удаляете если добавить добавляете в групп при этом автоматически добавляются или удаляются строки в списках доступа следующий момент так называемый stateful inspection firewall на русский язык наверно можно перевести как полная инспекция трафика проходящего через firewall соответственно firewall а компании сиск и систем выполняет по умолчанию базовые функции полной инспекции на уровне 3 и 4 единственное из нужных протоколов которые по умолчанию firewall не инспектируются это протокол асиньи для того чтобы проверять коннектируются через firewall в дефалтные конфигурации надо добавить инспекцию протокола асиньи соответственно для маршрутизатором можно настроить механизм который называется зон бейс полиси фаервол после этого маршрутизатор начинает работать в точности также по инспекции трафика как и фаервол аппаратный оса основное различие состоит в том что на оси функции инспекции практически сконфигурены по умолчанию на фаерволе все функции инспекции нужно конфигурировать как это делается мы с вами сейчас посмотрим соответственно на фаерволе существует три оператора класс мап который называется класс дефалт этот класс мап инспектирует любой трафик вот match default inspection трафик любой трафик который идет транзитом через firewall подвергается инспекции попадает в класс который называется класс дефалт на фаерволе существует полиси мап которая называется global полиси в эту полиси мап встроен класс дефалт и в этом классе дефалт определены какие протоколы инспектируются по умолчанию соответственно в число этих протоколов не входит инспекция протокола и 7 поэтому мы должны зайти в полиси мап глобал полиси в этой полиси мап мы должны зайти в класс дефалт и в этом классе написать inspect i7 после этого на соответственно это инспекция автоматически привязывается к третьему оператору который называется сервис полиси global полиси и установлен глобально на все интерфейс после этого вы можете посылать пинг с любого устройства находящегося как на инсайде так на данный мз и так и на он сайде интерфейсе файру все фару вас обеспечивает инспекции соответственно выглядит этот самый глобал полиси следующим образом если вы дадите команду шоурам полиси мап вы увидите как какие протоколы инспектируются по умолчанию вот они все вот здесь приедет соответственно инспекции 7 и вы должны включать рука по умолчанию он выключен если вам нужно инспектировать какие-то еще протокол вы их можете добавить в класс дефалт по команде inspect вы можете создать дополнительный класс в глобал полиси и туда его как бы установить либо вы можете создать специальный полиси мап который будет привязан не глобально а к какому-то конкретному интерфейсу inside out сайта дэмзо вот но это уже соответственно тонкости конфигурации самый простой способ использовать глобал полиси использовать класс дефалт и сюда включить инспекция 7 и трафик соответственно если я хочу создать зумба из полиси firewall на маршрутизаторе я должен решить следующие задачи я должен создать зоны безопасности на маршрутизаторе это первая задача вторая задача я должен эти зоны объединить в пары зон и в этой паре я должен указать какая зона является источником какая зона является получать после этого я должен создать класс мам для того чтобы распределить трафик который идет через firewall по классам после этого я должен создать полиси мап для того чтобы определить что маршрутизатор должен делать с трафиком которые относятся к определенному трафику к определенному класс извини и наконец я должен для того чтобы мой полиси мап заработал привязать этот полиси мап к паре зон все это у меня будет сконфигурировано на маршрутизаторе и не будет работать до тех пор пока вы интерфейс маршрутизатора не привяжите к созданным вам зонам безопасности после этого механизм зон бейс полиси файру начнет работать ну и соответственно с точки зрения конфигурации вот мы имеем маршрутизатор у него есть интерфейс который находится в зоне inside у него есть интерфейс который находится в зоне dmz и у него есть интерфейс который находится в зоне outside Соответственно, я создаю пару зон. Одна зона Inside-Outside, вторая зона Outside-DMZ и третья зона Inside-DMZ. Вполне стандартная конфигурация и, соответственно, в каждой из этих пар зон я собираюсь трафик инспектировать. Значит, таким образом, зон Security Inside, зон Security DMZ и зон Security Outside. Три зоны создал. После этого зон Пар, Security Into Out, Source Inside, Destination Outside. Вторая зона, зон Пар, Inside-to-DMZ, Source Inside, Destination-DMZ. И, наконец, третья пара, зон Пар, Security Out-to-DMZ, Source Outside, Destination-DMZ. Далее я конфигурирую класс мапы. Класс мап Type, Inspect, Match All, In, Out класс. И, соответственно, в этот класс у меня будет попадать трафик, который попадает в аксесс-лист, который называется In-to-Out-List. Ну, этот аксесс-лист вот здесь вот приведет. Ничего себе. Любой IP-трафик с хаста 151.1 в любой другой адрес. Вот, соответственно, создаю еще один класс мап Type, Inspect, ставлю ему оператор Match Any и указываю, что этот класс In-out-to-DMZ. Соответственно, в этот класс попадет любой трафик протокола FTP, любой трафик протокола HTTP и любой трафик протокола ICMP. Вот такие два класса у меня есть. После этого я создаю Policy Map Type, Inspect, In-to-Out Policy. Ссылаясь на класс In-to-Out-Class и ставлю оператор Inspect. Соответственно, когда я создаю любой Policy Map, то в Policy Map у меня по умолчанию всегда существует класс, который называется Class Default. По умолчанию в классе Default любой трафик, который попадает в этот класс, дропится в Firewall. Значит, в данном случае мне интересно, какой трафик именно Firewall дропит, поэтому я к оператору DROP добавляю еще один оператор LOG. Вот, оператор LOG можно добавить только к правилу DROP. К правилу Inspect или к правилу PASS добавить оператор LOG нельзя. Создаю Policy Map Type, Inspect, In-to-Out-to-DMZ Policy. Ссылаюсь на класс DMZ и тоже ставлю оператор Inspect. Ставлю в классе Default, добавляю оператор LOG для того, чтобы видеть, какие пакеты мой Firewall уничтожает. И после этого захожу в пару зону In-to-Out и добавляю Service Policy Type, Inspect, In-to-Out Policy. Захожу в пару зону In-to-DMZ, соответственно, и добавляю Service Policy Type, Inspect, In-to-Out-DMZ Policy. И в третью пару зону захожу и добавляю Policy Map Type, Inspect, In-to-Out-to-DMZ Policy. После этого мой Firewall будет работать. Единственное, что здесь у меня не показано, не показано у меня интерфейсы, которые приписаны к зоне In-to-Out, к зоне Outside или показаны. Сейчас я уже зло буду. Сейчас глянем. Зон Security Inside. Да, не показано. Нужно было интерфейс G0.0, зон Security Inside, интерфейс G0.1, зон Security DMZ и G0.2, зон Security Outside. Просто пропустим это дело. Вот, после этого посмотреть, как работает мой Firewall можно с помощью команды. Show Policy Map, Type, Inspect, зон Паре In-to-Out, зон Паре In-to-DMZ и зон Паре Out-to-DMZ. По этой команде все действия, которые выполняются со всеми трафиками, со всеми классами, со всеми типами трафика, будут явно отображаться. Еще одно существенное отличие зон Бейст Полиси Firewall, который вы можете сконфигурировать на роутере от зон Бейст Полиси Firewall, который работает на осе, что оса может инспектировать только транзитный трафик. Firewall может инспектировать, кроме транзитного трафика, еще и трафик в свой собственный. Трафик, который генерирует роутер или трафик, который терминируется на роутере. Для этого на маршрутизаторе используется специальная зона, которая называется зоной Self. В данной презентации использование зоны Self не рассматривается для того, чтобы не переусложнять картинки. Следующая тема – различия в удаленном подключении для управления устройствами. Соответственно, если мы сравниваем осу и маршрутизатор, то можем увидеть следующее. На Firewall включен механизм, который называется АА – Authentication, Authorization и Accounting. На Firewall он включен. На роутере этот механизм отключен, и его надо включать с помощью команды АА-Нью-Модел. Второе отличие – на Firewall отсутствуют специальные порты, порты виртуального терминала, так называемые Line-VTi порты. И поэтому и любые подключения осуществляются через консольный порт. Соответственно, на маршрутизаторе вы можете протоколом Телнет и СССР подключаться к Line-VTi портам. А, соответственно, использовать консольный порт для того, чтобы подключаться к маршрутизатору, использовать консольный порт как отдельную точку доступа к маршрутизатору. Такое отличие приводит к тому, что на Firewall гораздо проще попасть в ситуацию, которая называется Lockout. Это ситуация, когда введение любой команды на Firewall приводит к сообщению. «authorization fact» и таким образом доступ к командам конфигурации Firewall вы теряете полностью. На роутере этого можно избежать. Как избежать, мы на дальнейших слайдах посмотрим. На Firewall этого сделать нельзя, поэтому моя рекомендация для пользователей, которые не очень хорошо понимают, как надо конфигурировать авторизацию, в особенности авторизацию, на Firewall авторизации не пользоваться вообще. Практика показывает, что примерно в 50% случаев слушатели при конфигурировании авторизации на Firewall попадают в лаку. И еще одно отличие Firewall от маршрутизатора состоит в том, что компания Cisco Systems на Firewall разработала очень удобное графическое приложение, которое называется ASDM и которое позволяет конфигурировать Firewall не через командную строку, а через веб-интерфейс. Приложение практически работает очень корректно и в некоторых случаях является вообще незаменимым. В качестве таких случаев могу привести конфигурирование SSL VPN из класса Remote Access VPN. Там используются просто команды не iOS, и поэтому в файле конфигурации, в командной строке они вообще не отображаются. Через веб-интерфейс настраивать очень удобно. В отличие от Firewall, маршрутизатор тоже имеет графическое приложение, которое называется Configuration Professional. Однако, в отличие от ASDM, Configuration Professional работает, прямо скажем, кривовато. Поэтому пользоваться им я сам никогда не пользуюсь и вам тоже не советую. Лучше конфигурировать через командную строку. Соответственно, конфигурирование удаленного безопасного доступа на Firewall. Ну, соответственно, безопасный доступ к командной строке – это использование протокола SSH. Для того, чтобы работал протокол SSH, что на Firewall, что на маршрутизаторе, вам нужны два криптоключа. RSA-кейпар, так называемые. Для того, чтобы ее сгенерировать, вам нужно доменное имя, абсолютно произвольное. После этого вы даете команду CryptoKey Generate RSA. И, соответственно, длина модуля вам нужна как минимум 1024. По умолчанию он вам предложит 512. В этом случае SSH версии 2.0 работать у вас не будет. Слишком короткий ключ. После этого вам Firewall, извиняюсь, конфигурит два ключа – частный и публичный. После этого вам потребуется создать локальную базу данных именных параллелей по команде UserNameAdministrator. Ну и паспорт, например, Cisco 123Cisco. После этого, для того, чтобы вы могли использовать приложение ISDM, вам нужно включить протокол HTTP Secure. Значит, пусть вас не удивляет, что стоит команда HTTP Server Enable на Firewall протокол HTTP не работает вообще. Работает протокол HTTP Secure, и по команде HTTP Server Enable включается протокол HTTPS. После этого вы должны включить процедуру аутентификации. Ну, вот у меня показано authentication. Телнет консоль local, SSH консоль local и HTTP консоль local. По сути дела, это аутентификации для соответствующих протоколов. Отличие Firewall от маршрутизатора по использованию протокола Телнет состоит только в одном. Соответственно, на Firewall Телнет у вас будет работать только на интерфейсы, которые имеют Security Level Stop. Если Security Level меньше 100, Телнет там не запустится, какие команды вы не давайте. После этого вы должны указать, с какого хоста вы собираетесь подключаться по Телнету. Телнет 192.168.1.2. В качестве маски, обратите внимание, 4 раза по 255. На маршрутизаторе написали бы 4.0. Но здесь реверсная маска не используется, поэтому 4 раза по 255 и указываете интерфейс. Интерфейс должен быть inside. Ну, или менеджмент, если на менеджмент интерфейсе у вас Security Level стоит 100. Для Телнету можете указать паспорт отдельно. Соответственно, SSH тоже самое и HTTP тоже самое. После этого можно подключаться к протоколу SSH и можно подключаться, соответственно, с помощью ISDM. При подключении через ISDM, имейте в виду, ISDM работает с Java апплетами и разные версии операционных систем, или, скажем, разные версии ISDM требуют разных версий Java. Если не будет подключаться ISDM, попробуйте поменять Java. Как правило, требуется более старая Java. Соответственно, на маршрутизаторе то же самое. Мы генерируем RSA пару ключей. Для этого доменное имя. После этого создаем стандартный SSList, в котором определяем, с какого хоста мы разрешаем заходить на LineVTi. Точно так же создаем локальную базу данных, юзернейм администратор privilege 15, паспорт циска 1, 2, 3, циска. После этого заходим на LineVTi, указываем команду TransportInput. В данном случае All стоит. Можете указать TransportInput SSH, только тогда будет разрешен доступ, только по SSH. Либо TransportInput. И ставим AccessList, который мы создали в менеджмент PC, в направлении IN. Кроме того, указываем оператор LoginLocal. Этот оператор показывает, что для аутентификации будет использоваться локальная база данных. Следующий раздел – различия в использовании механизмов АА при удаленном доступе на устройстве. Значит, какие задачи необходимо решить? На маршрутизаторах и на коммутаторах, как я уже говорил, необходимо включить механизм ААА с помощью команды ААНИЮМОДЭЛ. Вторая задача. Необходимо сконфигурировать сервер безопасности. Серверов безопасности компании Cisco Systems используются два. Либо это ICS сервер, либо это так называемый Identity Service Engine, ESE сервер. ESE несколько более интеллектуальный по сравнению с ICS. Ну а так, в общем, они работают примерно одинаково. Соответственно, на Firewall или на маршрутизаторе вы должны сконфигурировать этот сервер. Оба сервера работают либо по протоколу ТакАкс Плюс, либо по протоколу Радиус. В данном примере я буду использовать протокол Радиус, потому что он стандартный. ТакАкс Плюс – проприетарный протокол. Соответственно, после этого необходимо сконфигурировать группу серверов и включить в эту группу сконфигурированный сервер. Группа серверов создается потому, что сервер безопасности является узким местом. Если он откажет, а у вас включена процедура А, то вы потеряете доступ к вашей сети. Поэтому для надежности используется не один сервер ТакАкс или Радиус, а несколько. И тогда устройство последовательно обращается к одному, второму, третьему. После этого необходимо на устройстве создать локальную базу данных пользователей, в которой содержится хотя бы одна запись, которую можно использовать в том случае, если сервер безопасности станет по какой-то причине недоступен. После этого необходимо сконфигурировать процедуру аутентификации пользователей, авторизации пользователей и аудит пользователей. И после этого необходимо запустить сконфигурированный механизм. Соответственно, для проверки конфигурации будем использовать такую несколько более сложную схему. Собственно, схема такая же, как была и в предыдущем случае. Просто два маршрутизатора имеют между собой общий линк. Соответственно, в качестве сервера безопасности используется сервер, который стоит и там, и там в DMZ области. Ну, адреса здесь все показывают. Вот. Конфигурации на Firewall. А, сервер, радиус, сервер, протокол, радиус. Как видите, мы попадаем в конфигурацию группы серверов. В этой группе нам ничего особенного конфигурить не нужно. Мы из нее выходим. А, сервер, радиус, сервер. Указываем место его расположения, DMZ область. И указываем его адрес. Попадаем в конфигурацию хоста. В конфигурации хоста нам нужно сконфигурировать только одну ключ. С помощью которого будет шифроваться трафик, который курсирует между Firewall и сервером безопасности. С двух сторон ключ должен быть одинаковым. После этого уходим из конфигурации хоста. Конфигурируем юзерный паспорт, как я уже вам говорил. И ааа-authentication.tellnet.console.radius.server.local. Обратите внимание, локальная группа, Firewall понимает только, когда она написана большими буквами. Напишите маленькими, он вас не поймет. Ааа-authentication.tellnet.console.radius.server.local. И accounting.ssh.console.radius.server. Да, извиняюсь, тут accounting.local не может быть никакой. Только радиус.set. Аудит пишется только на сервере безопасность. Ну и можно обратить внимание, что в данных командах отсутствует команда authorization. Как я уже говорил, очень легко попасть в локау. Поэтому лучше авторизацию на Firewall не использовать вообще. Соответственно, аналогично на маршрутизаторе. Команда, а не модель, включает нам механизм ААА. После этого указываем группу серверов. Радиус сервер. Радиус сервер – это группа серверов. А, нет, извиняюсь. Радиус сервер – это, собственно говоря, сервер безопасности. Попадаем в конфигурацию сервера безопасности. Указываем адрес IPv4 и указываем ключ. После этого этот радиус сервер надо поместить в группу серверов. А групп сервер радиус, радиус групп. В режиме конфигурации группы серверов ссылаемся на сервер нейм, который мы уже создали. Создали, извиняюсь. После этого юзернейм администратор паспорт циска 123 циска привилеж 15. И вот теперь начинается самое интересное. У нас имеются две точки доступа на устройство. Консольный порт и Line VTI порт. И если я не хочу попасть в локаут, первое требование – не использовать так называемый дефаут метод лист. Значит, вы можете конфигурировать метод лист с любым именем. А можете использовать так называемый дефаут метод лист. Дефаут метод лист отличается от именованного метод листа только одним. Дефаут метод лист по умолчанию привязан ко всем интерфейсам устройств. И к Line Console, и к Line VTI, и ко всем сериальным портам, и ко всем Ethernet портам. Он по умолчанию привязан ко всему. Поэтому желательно дефаут метод листом не пользоваться вообще. А создать два именованных метод листа. У меня первый именованный метод лист называется Console. А второй именованный метод лист называется VTI. Он показан на следующем слайде. Все не поместилось. Соответственно, метод лист Console, обратите внимание, AuthenticationLoginConsole стоит NOM. То есть метод лист Console говорит, что надо пропускать пользователя без аутентификации. Соответственно, AA AuthorizationExactConsole.NOM и AuthorizationNetworkConsole.NOM. Группа VTI, AA AuthenticationLogin. Ну, логин оператор, который показывает, что аутентифицироваться пользователь будет, который использует либо TELNET, либо SSH. То есть для удаленного доступа на устройство. Логин VTI, группа радиус, локал. Авторизейшн, экзек VTI, группа радиус. Авторизейшн, нетворк VTI, группа радиус. Локал здесь не нужен, потому что авторизоваться через локальную базу данных невозможно. Ну, и, соответственно, AI Accounting, ExecDefaultAction, TypeStartStoreGroupRadius и Accounting для различных команд. Соответственно, все, что мы сконфигурировали, пока что просто сконфигурировано и не работает. Для того, чтобы оно заработало, надо привязать соответствующий метод листы к консольному порту и к line VTI портам. На консольный порт я привязываю Authorization Commons 15 консоль, Authorization Exec консоль и логин Authentication консоль. Соответственно, на консоль я оставляю себе вход свободный, без всяких аутентификаций и авторизаций. А вот удаленный доступ на line VTI, Authorization Exec VTI, логин Authentication VTI и Accounting через VTI. Таким образом, я гарантирую себе, что если я какие-то ошибки в авторизации сделал, а это бывает, то я могу зайти через консольный порт и все свои ошибки поправить. В Firewall такой возможности у меня, к сожалению, нет. И последнее, что я собираюсь рассмотреть в этой презентации, это конфигурирование сайт-то-сайт защищенных VPN-туннелей. Та же самая схема и терминировать туннели я буду на от-сайт-интерфейсе, соответственно, маршрутизатор и Firewall. Значит, прежде чем говорить о конкретных конфигурациях, следует отметить, что Firewall гораздо более убогое и бедное устройство с точки зрения создания VPN-туннелей, чем маршрутизатор. На Firewall не существует, невозможно создать никаких логических интерфейсов. Ни GRE-туннели, ни VTI-туннели, ни DMVPM-туннели, ничего этого на Firewall не поддерживается. Поэтому терминировать на туннель на Firewall можно только на физический интерфейс и создавать простейший сайт-то-сайт VPN-туннель. Поэтому, если у вас есть выбор, терминировать ли туннель на интерфейс Firewall или на интерфейс маршрутизатора, я бы предпочел терминировать на интерфейсы маршрутизатора. Туннели получаются гораздо более гибкие и интересные. Ну и, наконец, исходные данные. Туннель терминируется на физические адреса 150.1.1.1 и 150.1.1.17. Сети, защищаемые на Firewall 172.19.1.0.24 и 192.168.1.0.24. На маршрутизаторе 172.19.2.0.24 и 192.168.2.0.24. Следующее требование. Эти сети необходимо исключить из процедуры трансляции. Поскольку у вас вот это маршрутизатор и сервис провайдера и доступ должен быть обеспечен не только в VPN-туннель, но и в интернет. Соответственно, для доступа в интернет частные адреса должны транслироваться. Для доступа в IPsec-туннель адреса должны идти без трансляции. Для аутентификации будет использоваться простейший метод, предустановленный пароль, который будет называться CISCO. И, соответственно, для создания служебного канала используем старый протокол Internet Key Exchange версии 1. Современный протокол Internet Key Exchange версии 2. Но там несколько все посложнее, поэтому в данную презентацию он не попал. Соответственно, исключение из процедуры трансляции. Для исключения из процедуры трансляции на Firewall используется механизм, который называется TwiceNap. Выглядит очень просто. Значит, создаю сетевые объекты Switch, Switch, который представляет из себя Host 172.19.1.2, PC1, Host 192.168, Switch 2.172.19.2.2 и PC2, 192.168.2.2. После этого в режиме глобальной конфигурации создаю TwiceNap. IPNAP.Inside.Source. Source.Static. PC1.VPC1. Destination. PC2.VPC2. То есть, по сути дела, транслирую адреса сами в себя. В старых версиях iOS до версии 8.3 использовалось исключение из процедуры трансляции, так называемой NATMOL. Ну, вот здесь NATMOL заменили на трансляцию адресов самих в себя. После этого создаю так называемый крипто-акцесс-лист, в котором указывают, какой трафик должен попадать в туннель. Соответственно, access-лист IPsec list extended permit IP object PC1 в object PC2. Object PC1 в object Switch2. Object Switch1 в object Switch2. И object Switch1 в object PC2. Ну, вот, соответственно, это трафик, так называемый interesting traffic, трафик, которому разрешено открывать IPsec сессии. После этого включаю интернет-кейт-ченч протокол на интерфейсе outside, crypto ETF1 enable outside. После этого создаю крипто ETF1 policy, в которой указываю аутентификацию по пришар-ключу, шифрование, использую алгоритм AES, хэш, использую алгоритм ASSH, дефи-хелман группу 2, lifetime по умолчанию 86400 секунд, это сутки будет работать, даже если вы его не указываете. После этого начинаются некоторые сложности. Я должен создать групп-полиси, которые называются L2L. И, соответственно, для этой групп-полиси я должен создать L2L-атрибуты. Вот, vpm-туннель-протокол и кеф-1. После этого я должен создать туннельную группу. Очень, с моей точки зрения, неудобно. Туннельные группы, вообще говоря, на Firewall создавались для ремонта access vpm. Но, поскольку их создавали для ремонта access vpm, заодно и включили для сайта, то сайт vpm в данном случае имя группы – это адрес соседа, на который терминируется point-to-point туннель. То есть, в данном случае 150.1.1.17 – это адрес соседа. Вот, указываю, что тип IPsec L2L. После этого создаю general attribute для этого L2L-туннеля. И здесь ссылаюсь на вот эту вот групп-полиси, default групп-полиси L2L. После этого мне нужно создать IPsec attribute. И в IPsec attribute я должен указать ключ при шарке и кеф-1 при шарке. Ну, в данном случае 0, чтобы видно было, что это циск. Вот, после этого я должен создать правило, с помощью которого я буду защищать пользовательские VPN-туннели, так называемые security association. Создаются стандартно с помощью крипто-икеф-1 transform-set. Ну, это его имя. И, соответственно, шифрование – это ESP-AS, хэширование ESP-SHA. Следующая задача – создать крипто-карту, в которой я должен указать три параметра. Я должен сослаться на крипто-аксесс-лист, я должен указать адрес PIR-а и я должен указать transform-set, который я использую для шифрования трафика. Поэтому, соответственно, крипто-мап, аутсайд-мап, крипто-карта может иметь много строчек, но в каждой строчке должны быть три установки. Соответственно, матч-адрес IP-сек-лист. Сет PIR-150.1.1.33 и, соответственно, сет икеф-1 transform-set TRVPL. Для того, чтобы крипто-мап заработал, я ее должен повесить на интерфейс. Крипто-мап аутсайд-мап, интерфейс аутсайд. Соответственно, для маршрутизатора те же самые процедуры, но делаются несколько по-другому. Для того, чтобы исключить адреса из процедуры трансляции, я должен использовать аксесс-лист не стандартный, а расширенный. И, соответственно, адреса, которые я не должен транслировать, я должен описать операторами DENI. Вот они, четыре оператора DENI здесь указаны. Соответственно, два оператора, вот эти, они используются для трансляции адресов. И, соответственно, IP NAT INSIGHT, SOX LIST NAP LIST, интерфейс J00, AVERLOAD. После этого создаю крипто-аксесс-листы без всяких object-group и объектов. Permit IP указываю адрес источника, адрес получателя. Вот, соответственно, четыре разрешения. После этого создаю крипто-исакамп-полиси, попадаю в конфигурацию исакамп-полиси, Authentication Pre-Share, Encryption IS, CacheSasha, Group2, Lifetime. И в режиме глобальной конфигурации указываю ключ на соседний адрес. ОПЕРАТОР, но XOUT используется в том случае, если вы собираетесь терминировать на этот же интерфейс ремонт-аксесс-листы. Он вам позволяет не проводить аутентификации по цифровому сертификату, который выполняется в ремонт-аксесс-листы. После этого создаем TransformSet, CryptoIP-SET, TransformSet TRDPN, ESP-AS, ESP-SHMAC. И точно так же создаем криптокарту. Match адрес IP-SET-LIST, SET-PIR и SET-TRANSFORM-SET. Эту криптокарту привязываем на интерфейс. После этого все должно заработать. Значит, ну вот, работать-то оно заработает, но надо не забывать, что мы терминировали криптокарты на физический интерфейс. Соответственно, при этом ни маршрутизатор, ни Firewall ничего не знают о частных сетях, которые являются адресами назначения. Поэтому, для того, чтобы они могли маршрутизировать трафик, нужны маршруты. В данном случае маршруты по умолчанию, могут быть и статические маршруты. Динамических маршрутов, к сожалению, использовать нельзя, поскольку нельзя использовать туннельные интерфейсы. В данном случае, если бы я мог использовать DNVPN или GRE или VTI-туннели, я бы мог настроить динамический роутинг протокол. Но ОСАИ ничего этого не понимает. Для проверки работоспособности на ОСАИ вам потребуются команды showcrypto.itf1.sa, вы увидите состояние служебной сессии, showcrypto.itf1.sa, вы увидите состояние security association. На маршрутизаторе есть универсальная команда showcrypto.engine.connective, которая вам очень коротко покажет все три сессии, две security association и одну служебную сессию. И в security association покажет вам количество зашифрованных пакетов, количество расшифрованных пакетов, то есть покажет работоспособность. Вот такие различия, собственно говоря, существуют в конфигурации основных функций безопасности на фаерволах и на маршрутизаторах. Ну, теперь я готов ответить на вопрос. Давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь вопросы. Вроде как... ПБР на ОСАИ же не работает, правильно? Policy-based routing на ОСАИ не работает, да. Соответственно, но routing протокол работает? Ну, нет, ну, это ПБР, потому что ПБР, потому что все-таки системы можете сделать. Значит, если вас на ОСЕ интересует policy-based routing и у вас ОСАА, которая поддерживает версию 2.0 или более старшую, настраивайте соответственно протокол BGP. Протокол BGP – это чистые воды по ОСЕ и бейстрокерам. Ну, тут уж, как говорится, так. Значит, какие у нас есть вопросы? Так, запись вебинара будет ли доступна? Да, запись вебинара будет доступна. X-authentication 1.5, фаза IPsec. Значит, X-authentication – это механизм, который вам позволяет на один и тот же физический интерфейс маршрутизатора терминировать и сайт-то-сайт VPN, и ремонт-аксис VPN. Отличие ремонт-аксис VPN от сайта-то-сайт VPN состоит в том, что в ремонт-аксис VPN маршрутизатор аутентифицирует пользователя по его имени и параллельно. На сайт-то-сайт VPN, как вы понимаете, никакого имени и паралля ввести нельзя. Поэтому, если не ввести X-authentication, у вас сайт-то-сайт VPN перестанет работать. Маршрутизатор будет стоять и ждать, когда ему введут имя и пароль. Значит, маршрутизаторы и ОСА поддерживают ли ГОСТ шифрование? Зависит от модели маршрутизаторов. ОСА сама по себе ГОСТ не поддерживает. Маршрутизаторы, если я не ошибаюсь, серии 28. 29 не уверен, по-моему, и 29 тоже. Для них компания Эстера, такая есть подмосковная компания в Долгопробу, выпускает специальные модули, которые поддерживают ГОСТ шифрование. Если у вас маршрутизаторы других моделей, то вы можете купить у компании Эстера сервер шифрования, который подключить к маршрутизатору и будет ГОСТ шифрование. Компания Эстера шифрование по алгоритму ГОСТ стандартизовала в технологии IPSEC. Вот. Так. Для реализации задач, рассмотренных в курсе, лучше иметь два маршрутизатора. Это сложный вопрос. Два маршрутизатора иметь лучше, если вам нужно терминировать IPSEC в сессии. А, скажем, для того, чтобы осуществлять трансляцию адресов, лучше иметь два фаервола. Вот. Поэтому, вообще говоря, идеально иметь и то, и то. Сначала у вас стоит маршрутизатор, который занимается маршрутизацией, а за ним и терминированием сессии. А за ним стоит фаервол, который анализирует трафик, не осуществляет полную инспекцию. Так. Значит, соответственно, на оси поддерживаются полностью протоколы динамической маршрутизации. РИП, EGRP, OSPF и, начиная с версии 9.2, протокол BGP. Не поддерживается только протокол ISAIS. Использовать их вполне удобно. Практически там полная поддержка, за исключением очень мелких таких особенностей. Ну, например, на фаерволе криво поддерживается в OSPF. Криво поддерживается маршруты типа 7. То есть, фактически, Total NBMA область нельзя сконфигурировать. Если вы помните, Total NSS, извиняюсь, Total NSS область. То есть, это область, в которой объявляется только дефаутный маршрут снаружи. Но в эту область я должен какие-то маршруты редистрибутировать из других протоколов. Вот это поддерживается криво. Все остальное поддерживается отлично. Так. Сейчас, минутку. Какие еще вопросы? В чем преимущество использования фаервола перед маршрутизатором? Ну, главное преимущество использования фаервола перед маршрутизатором состоит в том, что на нем не надо конфигурировать инспекцию. Они там уже по умолчанию включены. Ну, и вообще говоря, на современных фаерволлах есть и другие преимущества, которые в данной презентации мы не рассматривали. Механизм фаерпауэр, механизм объединения маршрутизаторов, кластеры. Это, как бы, но для этого нужна современная модель фаерволлах. Вот. Соответственно, Пикс, да. Пикс не умел ничего маршрутизировать. Пикс это совсем старое устройство. Там только статические маршруты. Так. Чем? А, с маршрутизатора, да. Значит, соответственно, смотрите. В отличие от маршрутизатора, на фаерволле вам фактически не потребуются никогда никакие команды дебаг. Фаерволл настолько подробно ведет логинг, что по логам фаерволла вы всегда поймете, в чем проблема. Но, потому что он так подробно ведет логинг, его нельзя выводить на консоль, иначе вы просто захлебнетесь в логах. Его надо куда-нибудь на Syslope Server или на SDM, там есть Syslope Server. Да, и там уже анализировать. Так, нетфлоу свитчинг, а СА поддерживает. Значит, особенность NVI и IP NAT enable в отличие от обычного NAT тем, что у вас в одно и то же время один интерфейс может быть inside и outside. Да, вот DMZ интерфейс, он с одной стороны может быть inside интерфейсом, а с другой стороны outside интерфейсом. И, соответственно, NVI это определяет автоматически. С одной стороны у вас outside интерфейс, когда вы с outside заходите на DMZ, а с другой стороны, когда вы с DMZ идете на outside, у него как бы функции меняются. Вот, поэтому, нет, это NVI интерфейс сам смотрит, определяет сам, какой интерфейс является источником и какой получатель. А в Syslope Server можно потом проиграться? Можно, конечно, 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 конечно. Так, будет ли семинар по технологии MyBS? Будет, только когда он будет, пока не могу сказать. Так, можно сказать, что ОСА это маршрутизатор с аппаратным модулем шифрования. Ну, на самом деле, современный маршрутизатор также шифрует трафик на аппаратном уровне. Вот, поэтому, нельзя сказать, что ОСА от маршрутизатора отличается только аппаратным шифрованием. На самом деле, и там, и там шифрование аппаратное осуществляется. Так, TS, NSSI, EREA. Да, значит, кривизна состоит в следующем. По крайней мере, у меня получилось так. Значит, у меня была схема маршрутизатор, за ним фаервол, за ним коммутатор, ну и конечные устройства. Вот, если я на коммутаторе connected-сети объявлял командой redistribute connected, то эти сети приходили на фаервол, фаервол работал как IDR. Соответственно, на фаерволе они появлялись и в базе данных, и в таблице маршрутизации. А фаервол их объявлял на маршрутизатор. Так вот, на маршрутизаторе в базе данных маршруты были, а в таблице маршрутизации маршрутов не было. Соответственно, когда я включал дебаг и получал там сообщение, потом я на цистке нашел. Это сообщение соответствует наличию петли большого размера. То есть, соответственно, там на... это был фаервол 5510, и версия была 912, по-моему, вот такая. Вот, то есть он нормальные маршруты принимал за петли, и поэтому не помещал маршруты из таблицы, из база данных таблицы маршрутизации. Если я эти же маршруты объявлял командой на свече, не редистрибьют, конечно, а командой нет, все работало нормально, абсолютно. Только вот именно НССА и область у меня на фаерволе работала криво. Так, ну что, есть еще вопросы. Поддерживает ли ОСА резервное копирование? Нет, резервное копирование она не поддерживает. Так, если вопросов больше нет, то я готов с вами проститься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!